Мы рады приветствовать вас, дорогие братья и сестры, у нас на библейском портале Экзегеты. Сегодня у нас очень большая радость. Нас посетил отец Геннадий Фаст, известный наш пастырь, духовник. Протере Геннадий Фаст, он настоятель храма святых Константина и Елены из города Абакан. Приоткрою секрет, что для меня этот город тоже не совсем чужой, даже, может быть, не то что не чужой, а близкий. Оттуда родом моя супруга. Но, правда, супруга, она, так сказать, последовала за мной. Зато вот город украшен многими духовными отцами, многими прекрасными духовниками. И вот отец Геннадий, он, вы же наверняка и много бесед его слышали и видели. Если кто-то не смотрел, обязательно посмотрите у нас на библейском портале Экзегет. На самые разные темы отец Геннадий беседует. И вот отец Геннадий, приоткрою секрет, он был знаком со многими старцами, подвижниками благочестия. И в наших передачах мы вспоминаем этих подвижников, тех, кто шел, так сказать, впереди, да, и вел за собой к Царству Божию, тех, кто откликался на Божий призыв. И вот отец Геннадий, спасибо вас, Господь, что вы приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. И вот, как я знаю, вы общались с отцом Александром Пивоваровым, и он на вас оказал очень большое влияние, духовное такое воздействие. Могли бы вы про него рассказать, и как произошла вот такая встреча, да, и какое это значение имело для вашей духовной жизни? Спасибо, Господи. Да, могу сказать, что действительно великие духовники, наставники, старцы Центральной России достаточно хорошо известны, и о них очень много говорится. А вот о наших сибирских отцах не так уж и много говорится, и не так много известно. Хотя Сибирь тоже украшена многими выдающимися пастырями, и с некоторыми из них действительно имел Божие благословение, счастье общаться, и быть их учеником, быть ими окормляем и так далее. Вы назвали отца Александра Пивоварова, да, это мой духовный отец. Отец Александр Пивоваров — это священник, его служение от Енисея, от Красноярска, Енисейска и до Тобольска. Это обширный очень. Вот весь этот регион в самых разных местах — Тобольск, Омск, Новокузнецк, Томск, Новосибирск, Ачинск, Прокопьевск, Енисейск, Красноярск. Вот везде он служил. Таковы были условия того времени. Какого времени? Батюшка родился в 1939 году, чтобы люди представляли себя, и представился в 2006 году. Он прожил неполных 67 лет. Это его эпоха. Священником он стал в 1960 году, то есть 30 лет советского времени, позднесоветского периода. И даже еще и не очень позднего, всю Хрущевщину он уже был священником. И потом перестройка и новое время до 2006 года. Он, получается, где-то рано так вот стал священником? Он рано стал, 21 год стал священником. Но я знаю, что иногда в то время так вот рукополагали, видимо. Это был типичный возраст священника. 17 лет выпускник школы, 4 года семинарии, 21. И это было прям вот в 20 лет, в 19 было мало. А 21, ну вот я знаю многих, 21 год. И люди становились священниками. Конечно, когда вспоминаем таких людей, тут, видимо, у вас и ваш личный такой опыт духовного соприкосновения. Но в то же время вы и в целом знаете о его жизни, собирали сведения. На что все-таки вот нам стоило бы обратить внимание, когда мы вспоминаем таких пастырей? Ведь получается, что он духовный просветитель вообще всей Сибири. Вот столько... Центральной и Западной. В восточной Сибири, то есть на восток от Енисея до Тихого океана, там он не служил. Там были другие. А почему он так часто, получается, менял места? Один из владык того времени говорил так, священник, что солдат, больше двух лет не служит на одном месте. Вот. Но и два года это было уже совсем неплохо. Порой место служения занималось не более года. А иногда случалось, что и достаточно длительное время. Отец Александр Пивоваров. Вот в книге «При мудрости» Соломоновой, есть такая неканоническая библейская книга, там говорится о том, что манна, она имела вкус, но по желанию вкушающего. То есть она не была одного вкуса для всех, кому нравится, кому не нравится. А вот она была для всех. Это отец Александр. Есть священники-строители, это не проповедники. Есть проповедники, это не регента и не певчие. Есть регента и певчие, это не духовники. Есть духовники, это опять не что-то. Я не знаю ни одного дарования, которое бы отсутствовало отца Александра. Вот это редчайшее такое, характерное для него. Фактически все духовные дарования у него были. Он был строителем. За свои годы служения, более 40 лет, он или целиком, или частично принял участие в строительстве и реставрации более 20 храмов. И прикиньте, в то время, когда храмы закрывались и разрушались, он строил. Это что-то невероятное. Это уникальное. Это какое-то чудо, которое в нем могло реализовываться. Я совсем молодым человеком, аж раздосадовался. И он меня еще послушника позвал, и надо было пробить стену из одного алтаря в другой, и еще что-то думал. Ну, батюшка, надо же духовными делами заниматься. Что стены-то колотить? Ну, вот пришлось мне тогда стены колотить. Вот. И это он как строитель, как реставратор. И последний его храм Новокузнецкий, который он из руин поднял, восстановил, расписал полностью все, уже Новокузнецкий, Пребреженский храм. Уже там и завершился его путь земного служения. Отец Александр одновременно — это регент. Певчий. Многое люди поют и поют хорошо. Но не так уж многие люди поют так, что это за душу берет. Вот в моей жизни были такие, и я бы даже сказал, совсем не так уж и многие. И вот одним из них был отец Александр. Когда он пел, то душа радовалась, ликовала, плакала. Это было не просто профессионально исполненное пение. И так он служил. Это я совершенно не певчий человек. И поэтому вот мое суждение, это как раз суждение не профессионалов в певческом деле, а как раз человека в этом деле, не имеющего никаких способностей. Но это было уникально. Он готовил этих псаломщиков. Сколько он их приготовил в то время, когда не было никаких регентских школ. Отец Геннадий, простите немножко, просто у меня тоже такой отклик душевный, когда вы сказали, что как он пел и отзывалось. Я вот просто, да, есть знакомый человек, который один раз подобился услышать ангельское пение вообще. И он говорит, что это вот ни с чем не сравнить. И настолько вот тянет к молитве, к храму, это пение призывает, что не передать словами. И я вот подумал, может быть, и пение таких людей, как Отец Александр, у которых, видимо, чистое сердце, чистая душа и горение духа к Богу, когда они поют, то начинают как ангелы тоже пробуждать души других людей, их тоже вдохновляя как-то к молитве. Конечно. Одновременно это был великий проповедник. В деле уполномоченного по делам религии Томской области, а этот уполномоченный был, по сравнению даже с другими уполномоченными, очень рьянным борцом против религии. Но для современных людей, которые не знают, кто такие уполномоченные, это был советский чиновник областного краевого уровня, который курировал все религиозные дела данного региона, и без регистрации которого никто в то время служить не мог. И уже в перестроечные времена, когда раскрылись эти все архивы, и можно было работать, и эти архивы тоже были прочитаны, он описывается такой какой-то злобы. И этот Цицерон, и этот Златоуст вышел тут и начал говорить. То есть это был уникальнейший проповедник, и опять его слово, оно касало сердца. Оно касало сердца, и оно всегда имело и содержательную часть, но на первом месте это было живое слово, говоренное человеку. Вот чтобы строитель, проповедник, регент, эти три дара, это уже почти несочетаемо в одной персоне, но это далеко не все про него. В проповеди, конечно, он был неподражаем, в проповеди он часто переходил на диалог, и уже весь приход не слушал его, а это уже было некое единое действие, совершаемое говорящим и слушающим исповедью. Это был не тот священник, который, как хирург с тонким скальпелем, анализировал душу. Это был тот отец, который блудного сына, не успевшего еще рот раскрыть, и не успевшего еще сказать «я согрешил против неба и против тебя», а он уже его обнял и целовал. Когда ему человек говорил о каком-то грехе, таком серьезном, то батюшка плакал и говорил, что я хуже тебя. Перед исповедью он говорил слово, все рыдали. Если честно, я в наше время такого уже вообще не вижу. То есть люди просто стояли и рыдали, плакали. После этого уже вникать вот в эти тонкости это уже как-то не было. Это я не потому, что такая исповедь не нужна. Я знал другого духовника, который как раз был тончайшим аналитиком души, и это тоже великий дар. Но вот у батюшки он не входил в аналитику. Он каялся вместе с кающимся, плакал, целовал и обнимал. В прямом смысле слова, когда он благословлял, ну мы же все знаем, как положено благословить, крестное знамение, чела и дальше, рука священника, руки приемлющего, целует руку. Тут он обнимал, а он был огромный, там еще смотри, чтоб шею тебе не свернул. Такие случаи тоже были, что потом он человеку несколько дней. То есть он обнимал всех людей. Это был огромный дар любви. Это был дар отеческой любви. Как одна девушка, пришедшая из протестантизма, и которая очень жестко здесь встретила, ты не Христа, и то, и креста на тебе нет, и все. И он потом на нее смотрит и говорит, ну теперь я тебе отец. И он становился отцом этим людям. И вот при всем том, казалось бы, вот такая отеческая любовь, безмерная и бесконечная. И одновременно он был матерым и даже, дерзнусь сказать, хитрым администратором. Он был из тех, про которых говорят. Куда я иду, оттуда он уже возвращается. Постоянно коммунисты за ним не уступивали. Они еще только туда шли, а он уже вернулся. Это был такой человек, вокруг которого кипело все. Когда уже его потом, я об этом немножко расскажу, обыск был, у него было там десятки крестов с украшениями. Это в те-то времена. У него было все. Это же была эпоха дефицитов. Если у тебя нет очков, то будут у тебя очки. Если нет у тебя еще чего-нибудь, то у тебя это будет. Он мог достать все. Вокруг него постоянно все крутилось. И он был очень мудрым. Господь давал ему этот ум. Дальше. В то время действовало только три семинарии. Московская, Ленинградская и Одесская. И одна, единственная заочная, Московская. Все. Это не на Россию, а на СССР. На 270 миллионов. На шестую часть земного шара. Когда он был в Томске настоятелем и благочинным, то возникла так называемая Томская кочегарка. Это даже потом в архивах уже тоже вскрылось у советской власти. Это так звучало. Что такое была Томская кочегарка? Она в 60-е и 70-е годы выдала более 40 священников. Это была семинария, которая, как она действовала? Это была эпоха богоискателей. Это были ребята разного рода. Иногда из интеллигенции, ищущие Бога. Иногда с той же самой Западной Украины. Потому что там было очень много в одном селе только. Они не могли там все рукоположиться. Они ехали в Сибирь, чтобы тут рукоположиться. Это были разные люди. Это были совершенные простецы с тремя классами образования. Старшего поколения люди были такие, которые его еще старше по годам были. Вот. И они все попадали в эту томскую кочегарку. Дальше послушание, одно, другое, третье, и они становились священниками. А почему называли кочегаркой? Потому что там реально была кочегарка, они кочегарили. Но послушание он придумывал на лету сколько угодно. Самое разное. Был бы человек, послушание будет. Вот. Он вот что еще сообразил. В то время люди с высшим образованием особенно, и не только с высшим образованием, не могли поступить в семинарию. Очень был большой отсев. И особенно, кстати, вот эти самые образованные. Их не очень-то и брали. Других тоже многие отсеивали. Что он придумал? Он к концу вступительных экзаменов в московскую семинарию. Ехал в семинарию. И дожидался момента для многих несчастного, когда вывешивался список поступивших, а их имен там нет. Это были десятки людей. Вот. Он так тихонько к этим людям подходил. Не удалось поступить. Ну, это еще не конец света. Это еще не все пропало. Ты хочешь быть священником? Ну, иначе поступать бы не стал. И все. Ну, давай. И вот эти непоступившие абитуриенты ехали в Томск, в кочегарку. Это был один из мощных источников томских кочегаров. И потом они становились священниками. Мы все так и назывались, пивоваровские. Мы друг друга узнавали, даже если мы друг друга не видели. Мы же были из разных времен. Это все было. И не все... Кочегарка — это уже символическое. Вот я в кочегарке там никогда ни дня не работал. Вот. Я уже даже немножко позже. Но... И мы друг друга узнавали. Ты что, тоже пивоваровский? Ну, пивоваровский. Вот. И вот он таким образом дал огромную плеяду священников. Я бы дерзнул сказать в большом количестве хороших священников. На них держалась тогда вера. Вот это 60-е, 70-е, 80-е. Это вот эти очень непростые три десятилетия советской власти церковь. Вот. Вот такую семинарию он тогда создал. Потом он создаст еще две семинарии. Одна... Это Тобольская, где он одно время служил. Но Тобольская, нельзя его прямо сказать, он ее создал. Она была открыта священным синодом. И участников... Отец Макарий Веретейников, известный профессор, другие там были. И он тоже. То есть он один из тех, которые положили начало этой семинарии. Ну и с нуля он создал семинарию в Новокузнецке. В последнем месте свое служение. То есть это уже две настоящие семинарии в смысле официальных учебных соведений. Но мне кажется, самое яркое его семинарие это та первая Томская кочегарка. Вот. Ну, вот он умел увидеть человека, увидеть в нем будущего пастыря. И этот человек уже... У него уже больше не было вопросов, кем ему быть. То есть знакомство с отцом Александром оно делало человека верующим, православным. Оно делало его священником. Плюс к тому, что я сказал, это далеко еще не все. Плюс он еще исповедник. То есть первое уголовное дело на него возбуждено было в 64-м году. Когда он в проповеди в Томске позволил себе на Пасху сказать, что кто не верит в воскресенье из мертвых, езжайте в Барнаул, там Клавдия Устюжанина воскресла. А это был уникальный, удивительный случай воскрешения. Отец Геннадий, может быть, немножко напомните, что это было за чудо воскрешения Клавдия Устюжанина? Конечно, в основном знают, но может быть, кто-то не очень имеет представления. Женщина Клавдия Устюжанина жила в городе Барнауле, работала продавщицей в неком киоске, там недалеко от Покровского храма, собора, и сейчас этот храм есть. Вот. Не сказать, чтобы она была какая-то особо благочестивая прихожанка, но православная женщина была, но жизнь так. Я знал, по крайней мере, двух людей и общался с ними плотно, которые знали ее и до, и после. Поэтому все-таки это свидетельство, скажем так, достаточно не со стороны, ни откуда-то. Так вы прямо лично знали? Не я. Я знал людей, которые ее знали. Я про это слышал. Я был мальчишкой, жил еще в Казахстане в то время. До нас дошла весть о том, что в Барнауле там какая-то женщина жила. Вот. Об этом я слышал. А вот те, которые вы знали, люди, которые ее знают. Они что говорили? Они, кстати, еще сегодня и Валентина Шитько, и Игнатий Тихонович, они сегодня еще живы. Они что говорили? И не только они. и она заболела. И еще там был настоятель, довольно маститый, известный священник, протерей Николай Войтович. Вот. Она заболела, ее оперировали, и на операционном рак был. Рак. что-то там в области живота, где-то там был этот рак, и она на операционном столе умерла. Причем, я могу ведь не все знать точно, потому что они и есть книжки даже написанные, но я лично не исследовал, тем более тогда вся документация такого рода явления, так же, как и зои настояния, это же все тут же уничтожалось, это они стирали следы, вот. Но вот как я слышал, что врачи, ну, как это бывает при таких заболеваниях, они сказали, что тут уже и делать нечего, что там уже несовместимо с жизнью состояние ее органов. Вот, ее зашили и в морг. Она лежала в морге и через несколько дней, я сейчас не скажу точно, на которые из дней, но не на второй, третий, четвертый, как-то вот так, она жила в морге. Она жила в морге, вот, ее через месяц или сколько там опять, то ли оперировали, то ли еще что, органы все были здоровые. То есть она не только жила, но и органы ее были здоровые. И после этого она жила еще достаточно долго. Я сейчас, это был 64-й год, если я не ошибаюсь, вот, и жила на где-то до конца 70-х. По-моему, году 78-м, что-то такое, я сейчас не точно помню. Это все легко найти в современном, даже просто по гуглу. Она жила, и она много путешествовала, она свидетельствовала, она ездила по Союзу и свидетельствовала о происшедшем с ней чуде. Причем в эти дни, и когда она была не жива, у нее сознание было не отключено. то есть она была в обителях иного мира, она оттуда видела землю, в том числе видела и отца Николая, к которому, кажется, с каким-то осуждением относилась, а мнение ее там было изменено. Она не хотела возвращаться, но ей было сказано, что не время, и она вернулась. Ну вот, и она ожила. то есть у нее есть опыт потустороннего существования, тут она не единственная, но в клинической смерти подобные вещи переживали многие. Но у нее не только что там какой-нибудь туннель, свет и что-то такое, такие неопределенные вещи, то есть все-таки достаточно определенно она видела тот иной мир и вернулась в этот мир. У нее был сынок, я не ошибаюсь, Александр. И этот сынок, тогда еще мальчик, он закончил школу, поступил в московскую семинарию, окончил ее, и он сейчас еще, но я по крайней мере не слышал о другом, скорее всего еще жив, и служит где-то здесь недалеко, вот Александров, где-то там. Да, где-то в Александрове. В Александрове, да, вот там он служит. Отец Александров. Александр. Да, да. Так что жив ее родной сын, который участник этих событий, ну, понятно, его там не водили, он не был в операционном зале, где ее оперировали, его маму, но он есть. Но это опять говорит, что это не какая-то эфемерная история, где-то про кого-то, там чего-то кто-то услышал, а кто его знает, что было. То есть достаточно достоверно, и еще живы люди ее лично знавшие и служит ее родной сын. То есть вот такой случай воскрешения была зафиксирована ее смерть. удивительное знамение как раз во второй половине 20 века, когда атеизм... Тотальный атеизм, это же хрущевское время, тотальный атеизм. В 70-м где-то году уже последнего папа телевизору надо было показать. В 80-й год, я же еще ходил под этими лозунгами, нынешнее поколение будет жить при коммунизме. То есть я должен был жить уже в 80-м году, когда я стал дьяконом, я должен быть членом коммунизистического общества. А коммунизм это был безрелигиозный. Хрущев, который дал известный оттепель по сравнению с тем, что было до него многие свободы, то в отношении религии наоборот он закрутил гайки очень сильно, при нем тысячи храмов закрывались и священники и не священники и рядовые христиане. Мой двоюродный брат отсидел срок, он постарше был у меня, я был тогда мальчишкой, я помню эти времена, помню, когда еще молились в обычном доме, дымовуха влетала через окно, взрывалась во время служения. Все это было, это еще я помню, я был мальчиком тогда, школьником. Ну вот так, и тогда Господь дал это знамение. Да, и отец Александр Пивоваров, он как раз свидетельствовал открыто, на пробовье. В простоте, кто говорит, не верит в воскресенье из мертвых, можете съездить в Барнаул, но от Томска до Барнаула, ну правда там в то время 6 часов до Новосибирска, примерно столько же туда, ну короче часов 12 прокатнитесь и за такую пробоведь конечно уже уголовное дьявол было возбуждено. А это была статья привлечения к вере путем распространения сведений о ложных чудесах. Ну а как известно истинных чудес с точки зрения атеизма не было, поэтому любое чудо рассказанное это могло быть поводом к возбуждению уголовного дела. Вот такие времена мы жили. вот но тогда все-таки дело не дошло до осуждения. А в 1983 году на тот момент он был настоятелем Енисийски, это самый северо-восточный храм вот того региона, о котором мы говорим на то время. Вот он был арестован. Дело в том, что в Москве было разрешено печатать Библии и молитвословы. И тоже эти издатели дерзнули напечатать больше, чем было разрешено. Разрешение шло от советской власти. Вот. А отец Александр был тем человеком, который этот избыток, ну он был одним из тех, наверное, основным брал, вез в Сибирь и распространял. В том числе и я был одним из тех, кто получали эти Библии и молитвословы. Мы же тогда не знали. Это был человек, которому все говорили все, который сам для всех оставался террой инкогнито. О себе он никогда ничего не говорил. То есть он был для всех, но вот так. И статья была возбуждена как за спекуляцию в результате. Были два священнослужителя, которые его предали и сдали и свидетельствовали о нем на суде против него. И в 83-м году он был осужден, потому что некоторые думают, что репрессии это Сталин, это 38-й год. Репрессии начались в 17-м, а завершились в начале 87-го. 70 лет получается длились. Ровно 70, да. В 86-м еще шли аресты, суды и еще садили. Вот. И он в 83-м был осужден, получил три с половиной года строгого режима, он отсиживал в Тувинской республике, Центральная Азия, потом уже был переведен режим поселения, то есть он прошел тюремное заключение за веру, вот, и кроме веры там не было ровным счетом ничего, вот, и потом он был освобожден. Отец Геннадий, он еще и исповедник веры. А не сохранились вот как-то его воспоминания, ну, видите, вы говорите, что он не особо про себя рассказывал, но может быть известно, как у него жизнь проходила в заключение, тем более же строгий был поначалу режим. Да, кое-что известно, есть книга изданная внук Кузнецкий, кажется, отец Александр, где воспоминания о нем, она была издана сразу после его, он умер трагически, погиб в дорожно-транспортном происшествии, вот, после этого сразу она была составлена, там много чего есть, вот, ну, и еще, то есть он исповедник, он исповедник веры, и в этом смысле, ну, дерзну сказать, что вполне подходит к канонизации даже, вот, как один из уже вот это самое заключительное время, исповедник, то есть узник 80-х годов, на его могилке и сейчас написана молитва, я ее не смогу воспроизвести, а пересказывать не хочу, ее надо прочесть, как она есть, которую он написал там, в узах, она очень трогательная и она очень глубокая, молитва, где и о себе, и о духовных чадах, вот, вот эта молитва, которая родилась там, в тюрьме, он, когда входил в очередную камеру или что, перекрестится, сразу имя, фамилия, я священник, сижу, значит, по такой-то статье, вот, и он жил там, как христианин, и был свидетелем в тюрьме, я потом общался с одним писателем тувинским, тувинцем, который позднее отсиживал свой срок близ Енисейска, вот, а я тогда уже кормлял тоже эту колонию, вот, и мы с ним много общались, вот, и они там сидели вместе, этот тувинец, он защищался от Александра, потому что там было, все было очень жестко, очень жестко, вот, и его жизнь там часто была в опасности, и вот этот писатель, он защищал батюшку от своих же вот таких уголовных, тяжелых преступников, вот так вот, ну, такие вот истории, так что он еще и исповедник, потому что, говорю, во всех отношениях, вот, вот такой был человек, да, и Господь мне его подарил в качестве духовного отца. Батюшка, ну, вот про личную встречу с ним и какое-то общение могли бы рассказать, поделиться? Я родом из протестантской среды, вот, человек колонского происхождения, и два человека послал мне Господь на пути, один разбил, другой исцелил. Один разбил, это человек, не священник даже, который по Библии, ну, по всем статьям показал несостоятельность, юридичность того учения. И дальше начался достаточно длительный и мучительный поиск. И тогда Господь дал отца Александра, а этот человек исцелил. Этот человек исцелил. Ну, уже то, что я о нем рассказывал, вот это его безмерная любовь, но это не была любовь доброго дяденьки. Она была очень интересная. Вот. Когда я пришел о нем услышал, я услышал, что у него богатая библиотека святых отцов. У него это было, у него было все. У него была богатейшая библиотека святых отцов, когда у людей Нового Завета не было. Он это умел раздобыть. и оно у него было. Ну, естественно, это были в основном дореволюционные издания и совсем редко и самиздатовские. Вот. И вот я приехал к нему, я молодой человек, еще студент Томского университета, вот, а он на то время секретарь архиепископа в Новосибирске, он меня знать не знает, но я его тоже, только уже я о нем слышал, он обо мне не слышал. Я приехал и спрашиваю, ну, вот, у вас есть творение святых отцов? Я говорю, я хочу их, я хочу почитать творение святых отцов. А он так, без всяких эмоций, крупный такой, в очках, ну, я не знаю, у кого, у отцов там в Томске, у кого там что есть, типа, ты мне даром ненужный, вот, ну, мне аж как-то, ну, я думал, сейчас меня тут встретят, а тут, ну, я все-таки настойчивый, говорю, я слышу, что вот у вас есть, ну, мне сейчас некогда, вот там посиди, вот там покушаешь, там еще чего, а народу было много, я тогда ничего еще не понимал, архиепископ вернулся с Москвы, как раз причислили к лику святых Иннокентия, митрополита, московского, людского, просветителя, вот, там было очень много духовенства, все, я вижу все они, ну, и я вот там мелкая букашка, между ними всеми кручусь, вот, вечером друг меня зовет, и захожу, сидит огромное количество людей в черных лясах, и он там, со столом, секретарь, архиепископа не было, вот, ну, меня зовут, сошел, он меня зовет, вот, чтобы я тут посередине прошелся, ну, захожу, ну, скажи вот им, что ты имеешь против православия, ничего себе, вот, и начался разговор, потом многие отцы говорили тоже, что они это, для них это был очень тоже интересный разговор, очень такое уникальное, неожиданное, необычное явление, вот, вот он, произошел, тот разговор, потом все разошлись, уже дело в ночь, я так чувствую, не знаю, что-нибудь, какой-то успех будет моего мероприятия, я же приехал из другого города специально, ну, чтобы книгам, он говорит, ну, поехали, пошли, даже не поехали, там надо было идти, 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 у него был такой домик, не очень большой, по нашим-то меркам нынешним, наверное, и совсем небольшой, но он имел два этажа, матушка там была, чем-то покормила, вот, поднялись наверх, комната, от пола и до потолка, книжные стеллажи и книги, это была его комната, вот, ну, вот, говорит, читай, молись, а мне некогда, и он ушел, я там неделю просидел в этой комнате, и тут мне открылись Василий Великий, Тертулиан, Иоанн Златоуст, Ириней Леонский, Кирилл Иерусалимский, все, я буквально окунулся в этот Святоотеческий океан, вот, я искал, истину, вот, Бога я знал, но, теперь нужен был столб утверждения истины, как апостол Павел говорит о церкви, вот, он почти не появлялся, однажды появился, рухнул там, огромный, где-то на сундуке, я тогда ничего не понимал, студент, мне хорошо, я на его ложбе, в ложе там отдыхал, а он там внизу свалился на какой-то сундук, а я читаю Григория Богослова, сороковое слово о крещении, там пишется, если ты читаешь вечером, и тебя коснулось благодать, то не жди утра, меня коснулось, я пошел вниз, батюшка похрапывает, я его гляжу, отец Александр, ааа, отец Александр, аа, чего, Григорий Богослов пишет, если коснулось вечером, не жди утра, он отмахивается, читая, молись на другой бок, опять неудача, вот, и потом, возвращаясь туда, и вдруг через неделю он приходит, с еще каким-то одним священником, купил мне билет на самолет, ну вот, когда созреешь, когда тебе понадобится, то ты мне сообщишь, вот, адрес свой дал, то есть, он не ловил, казалось бы, давно уже можно было поймать человека, и вот он провожает меня на самолет, аэропорт, и уже я прошел все эти пункты досмотра, уже выхожу на летную площадку, он там стоит у забора, я сейчас помню этот взгляд из каких-то недр, какой-то бесконечной любви, кто я для него, а я у него неделю в его комнате прожил, вот я так думаю, а я кого, допустим, на неделю в свою комнату вот так поселил, да, самолет уже поднимается, я думал, а сейчас грохнется самолет, а я не крещу, и было страшно, но еще две недели добавилось, мучительных поисков, пока Господь ответил, вода, все вода, что возбраняет креститься, и тогда я пошел, дал ему телеграмму, и он приехал с Новосибири, то есть когда я у него сидел в кабинете, когда я его тормошил, вечером коснулась утра, не жди, никакой реакции, а тут он примчал с другого города, не совершил мое крещение, более-то он примчал, не знал, где я живу, он единственное, что знал, что я студент физического факультета, Томского университета, вот так мы тогда жили, это не с нынешними телефончиками, вот, и ему пришлось через каких-то своих прежних знакомых в университет, физфак, там должен быть такой-то студент, нашли, а фамилия у меня, благо, была известная, потому что мой старший брат был преподавателем в этом университете, вышли на старшего брата, ему вдруг звонят, какой-то поп приехал, ищет, вашего брата, а мой брат тогда не был верующим человеком еще, ну, а я сразу понял, помчался в храм, и там произошло крещение, а крещение, он еще, служа в Томске, ему разрешили какое-то подсобное помещение построить, он его строил, 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 и получается уже небольшой храм, у полномочия, это что? Ну, вот подсобное помещение, и там, кстати, заподлицо с полом, вглубь, была купель для полного погружения, единственная тогда в Сибири, везде крестили, даже не обливанием, а так лобики мочили, вот, ну, сказали, завтра придут тракторы, и снесут эту незаконную постройку, а есть, кажется, закон, что если есть крыши, то тогда снести, это уже надо специальное заседание архитектуры города, и все такое, он организовал бабушек, и они за ночь крышу сделали, и когда утром подъехала техника, там уже была крыша, и сносить никак, но его снесли, его тогда перевели в другой город, ну, вот, а когда я пришел, а для меня было однозначно, если крещение, то только полным погружением, и вот вдруг открывает этот пол, батюшка, который там служил, даже не знал про это, там стояла обычная, это такая купель, вот, софринская, для детокрещения, вот, и открылся этот пол, и там вот эта купель, наполнили ее водой, и там он совершил мое крещение, и он же призвал их к священству, он и благословил брак, он и повенчал, но руки были епископа, рукополагающие, а вся подготовка к этому была с его стороны. Да, отец Геннадий, то, что вот рассказываете, тут прям чувствуется, что это не человеческое, а выше человеческое, потому что, ну, чисто вот рассудочно, если так размышлять, да, вот, приехал, да, а поначалу какое испытание, да, вроде бы он не отвечает, и там у меня вроде ничего нет, а потом, и в то же время в своей комнате сели, да, и вроде бы тоже не отвечает, то есть тут что-то прям вот действительно неподвластное человеческому уму, но Господь вот уже вел. И он же не всех селил в свою комнату, и я там неделю жил, когда его там практически не было, грубо говоря, делал, что хочешь. Вот. Ну, там мне Господь открывался, там мне открылось православие, открылась церковь. Бога я знал до этого. А дальше я не успел насладиться. Я к моменту, когда меня изгнали из университета, вот, я поехал к нему, уже, чтобы служить, и на этот момент его самого изгнали из Прокопьевского храма и перевели в Ачинск. Мне пришлось сменить маршрут и приехать в Ачинск, город, в котором я вообще ничего не знал, не слышал. Такие тогда были времена. Вот. И он меня принял, поселил там в одном местечке, вот, и там я стал у него панамарем, там я стал у него панамарем. Ну, понятно, алтарно-глиросное послушание, это для церковных людей, понятно для всех, что это такое. А помимо того, он дал мне благословение катехизировать. И я там катехизировал ежедневно, а если службы, то от литургии до вечерни, фактически непрерывно. Народ шел, и шли очень много. И катехизировал окрещаемых. Это же тоже что-то невероятное. 79-й год. Просто, что вы там... На общецерковном уровне это все начнется в 2009 году. Да. А это был 79-й год. И у нас, я тогда катехизатором был, катехизировал этих людей, вот. А еще он мне благословил писать толкование на апокалипсис. Ну, благо, что мне тогда не 60 лет было. В 60 я бы подумал, по святым отцам бы. А так сказано, сделано. Вот. И я сидел там в Панамарке и начал писать. Начал готовить. Вот. Потом, да, получилась книга «Толкование на апокалипсис». А вот тогда там и началось. Вот опять он это видел. Он же другим, допустим, это не говорил. Другим он другое говорил. Вот. Он каждому говорил то, что ему нужно. По вкусу. Манна была вкусом для каждого человека своя. Вот. И тогда уже, да, у нас был молодежный кружок. Это в 79-м году в православном приходе. Когда повсеместно были только бабушки. Даже дедушек-то не было. Вот. У нас молодежь была. И у нас были почти ежедневные занятия по Библии. Вот. Он мне это благословил все проводить. И вот так, да. А потом быстренько его опять и оттуда убрали. Тоже был неугоден властям. И я там стал неугодным. Меня тоже оттуда. Вот. И потом все-таки священный сан Господь сподобил. Вот. Но уже не в его присутствии. И я бы сказал так, что я не насытился до конца. Я не взял все, что бы хотелось. То есть сильно, ну как ребенка отрывают от матери. То есть я был сильно рано от него оторван. А там вскоре его уже и садят. А меня посылают на приход, где его арестовали. То есть я его там преемник. Венесейский. Вот. И там почти 30 лет потом прослужу. Вот. И сам попаду также в уголовное дело. То есть там уже по преемству это шло. Ну как-то вот так. Но тем не менее мы его всегда помнили. Я к нему и туда вузы ездил, когда он уже был в зоне поселения. Когда он был в колонии строгого режима Актовурак. Там туда, конечно, невозможно было. А уже в зоне поселения там я его посещал. Вообще наши прихожане его посещали. Приехал с края уполномоченный. Это была Великая Суббота. Он меня вызвал. Как так? Вы тут устроили паломничество в Кызыл. Он уголовник. Он осужден не за веру. Вот. Он уголовник. Ну. Вот так. А мы к нему паломничали. Ну и позднее уже в 2000-х годах мы уже сами немолодые. Вот. И сам уже, как говорится, протерея и борода длинная. Вот. Но мы к нему ездили и ездили как к отцу. к нему приезжаешь и ты седовласый, а ты ребенок. Потому что вон учится. Все. То есть при нем ты уже и книги писал, и еще что-то делал, и еще что-то делал. И благочинный ты там все. А все, тут ты ребенок. Ну и тут Господь все-таки милость такую явил, что духовный отец и такой вот истинный служитель Божий. Да. И этих пивоваровских их сколько. Причем я даже иногда злился. Смотрю один человек, я бы его близко не допустил ни в церковь, ни до сана. А с его подачи все у него. Я думаю, ну батюшка, ну ты ничего не видишь, что ли? Сколько должно будет пройти время, чтобы я понял, что это я ничего не вижу? То есть для меня было понятно, кто такой верующий человек и каков нам подобаший Ирия. А это совсем не то. А батюшка и в них видел. и он для них был то, что было нужно им. Мне это было странно. А он мог. Эти люди, а мы потом встречаемся, он пиварский, а пиварский, а между нами чего общего-то? А только то, что оказывается у нас духовное начало одно. Один сейчас не то, что его духовный сын, но он тоже, уже будучи священником, оказался без места служения. отец Александр его увидел, пригрел и все. И уже лет через сорок вот, и мы созваниваемся, ну, как-то удивительным образом вышли, ну, пересеклись, как говорится. А увидели наши абаканские люди были на святой земле, встретили там с каким-то батюшком, разговорились, и он там понял, да этот ваш батюшка Мадьякон. Сорок лет назад. Ну, вот. И вот так мы опять тоже, да, это удивительно. И вот, и вот я звоню, и я вижу действительно Божий человек. Но только он это видел сразу. Ему Господь это открывал этих людей. То есть отец Александр, он и в духовничестве был многогранен, так же, как и во всем служении, что он и строитель, Ну, и духовник не администратор, администратор не духовник, монастырях разводится по должностям, один наместник, другой духовник, а тут вот... Тут и в самом духовничестве он для совершенно, вроде, непохожих людей друг на друга, он был именно отцом. Он был разным. для разных, а не так, что только для одной категории. Если ты для такой категории, то у тебя и будут духовные чады такой категории. Не так, что добрый духовник для добрых, строгий для строгих, а он для всех. Он был для всех. Да, вот жалко, что как-то вот мы про таких пастырей не очень много знаем, и как-то сибирских старцев не очень их не знаем. Вот Господня земля. Вот Господня земля. Да, и ну вот так вот такого удивительного человека Господь подарил Сибири, в Сибири родился, в Сибири всю жизнь прослужил, в Сибири страдал, трудился, ну и кончина его тоже была. Приехали монахини, он им говорит, ну так, уже немножко юродствуя, уже где-то в 2006 наверное году это было. Ну вы, там прозорливые, а мне Господь день кончины мои открыл. И действительно незадолго до, ну тогда бы кто знал, за неделю детей внуков собрал и отслужили семейную литургию. Поехал в Новосибирск, посетил могилки родителей. А да, он им еще сказал, мне открыл день моей кончины огненная колесница. А я говорю, огненная колесница, вот. И в этот день, 12 мая, архиерей собирает священников в Кемерово, в Новокузнецке. И вот одна раба Божия была за рулем, он рядом, и они поехали туда. и там со священниками, они сами свидетельствовали, поговорив о чем-то, он прощался. Ты что прощаешься-то? Да мы послезавтра у тебя будем. А было назначено, это был, если я не ошибаюсь, четверг, а в субботу архиерей должен был у него служить. А он не комментировал все, оборвовал все. И вот духовный чадо сама нам рассказывал уже он, говорит, сел в автомобиль, она к нему подходит, он что-то ее там благословил, каких-то пару слов, он говорит, прощай, батюшка, скажите до свидания, не говорите это слово. А он уже ничего не говорит. И они поехали, и вот это же духовный чадо тоже поехали, и говорит, едем, а как раз был весенний пал, горела степь. И с горы на гору, и там случилось, съехались автомобили, вот, один за другим, потому что видимость нулевая, степь горит, автомобили друг в друга врезаются один за другим, и они на достаточно большой скорости врезаются в восьмой уже их автомобиль, а сзади еще потом в них девятый. Вот, но при этом все автомобили есть, а их автомобиль загорелся. И вот это тоже женщина говорит, а мы еще проезжаем и видим столб огня идет из одного автомобиля, а мы еще, говорит, сказали, ой, ну хорошо, что батюшка успел уже уехать, ну типа того, что его-то тут нет, что он проскочил, а это был он. И он на огненной колеснице ушел на небо. То есть еще видели, как он перекрестился, дверки не открывались, их защемило, а выйти из автомобиля они не могли, и водитель, и он, они там, они сгорели. Поэтому в огробе было протеерейское облачение полное, а от праха его там было совсем и немножко, потому что все остальное сгорело. И вот так вот, а он это чувствовал, и когда мы последний раз у него были, это был уже не тот батюшка полный жизнерадостности и все, и он нам открываться стал, вот я говорил, что он сам очень редко открывался, а тут он открывался и очень глубинно про себя такое говорил, это точно, что не каждому скажешь, вот, и уже поздно, вот, ему идти, ну батюшка, мы проводим вас, а зачем? Ну, типа уже темно, мы долго сидели, а он вот нас там где-то приветил в каком-то квартирке, а сам пошел к себе, а темно, мы хотим его проводить, а зачем, говорит, если есть какая опасность, то Бог же управляет, то вы не помощники, а если не опасность, то зачем мы нужны? И он пошел в ночь, тогда мы его последний раз видели, вот, а на огненной колеснице он унесся на небо. И он об этом знал, он знал день, он, вот, и он все, и знал каким образом, это ему было, как-то это ему было открыто. Трудно даже представить, что такие вот люди живут, священники, пастыри, и ну практически никто даже не знает, что это святой человек, подлинный служитель Божий, и которому Господь что-то открывает, и люди в основном как-то вот только по внешнему виду судят и не видят, какая внутри есть удивительная жизнь. А вас Господь как раз вот сподобил общаться с отец Геннадий. Вот может быть, да, конечно, вот тут сейчас трудно что-то сказать, добавить, но для современного нашего человека, который, ну, не знает уже таких гонений, да, вот, не очень понимает, что там за исповедничество, и современный человек, он привык к комфорту, чуть что не так, сразу обижается, жалуется, да, то не так, это не так, и как-то вот расслабленные, да, и думают, что вот сейчас самое такое трудное время, а вы видели жизнь отца Александра и непосредственно его окормлялись, вот, все-таки, что вот можно было бы, какую главную мысль, какое-то наставление от жизни отца Александра обратить к современному православному человеку? для пастырей, что нет большего дара, как дара пастырской любви, это именно в пастырском служении, и при этом он, как уже было рассказано, он еще и кандидат богословия был, и это успел, вот, то есть все он делал, но вот эта пастырская любовь, это удивительный дар отеческой любви, это, конечно, и к счастью, Господь воздвигает и в наше время, Он воздвигает людей, их только видно, святые среди нас, ведь те, которые сейчас на иконах, они когда-то что же были и приходскими батюшками, и мирскими какими-то гражданами, даже политическими деятелями, святые среди нас, вот, только надо их видеть, надо их видеть, а Господь еще их и являет, вот, эта жизнь целиком и полностью отданная Богу, и просто никакой другой жизни не было, вот, сейчас даже выпускники семинарий, академии, приходится видеть, что они, то есть для них очень много где жить, как жить, на что жить, чем заниматься, понятно, другая эпоха, совсем другая эпоха, вот, и нельзя с одной эпохи однозначно переносить другую, но тем не менее, вот жизнь целиком и полностью отданная Богу, без остатка, вот, и при этом даже не монах, у него двое детей, вот, дочь, реген, сын, протеорий, ну, то есть, вот жизнь целиком отданная Богу, вот это я бы сказал, вы говорите, молодым людям, потому что, если я сейчас начну чего-нибудь конкретно говорить, эпоха другая, реалии другие, условия жизни, служения другие, но что Иисус Христос вчера, сегодня, в веке тоже, и жизнь целиком отданная Богу, это то же самое, пусть совершенно в новых реалиях, вот в тех реалиях же он смог, а 50 лет до него были другие реалии, а 100 лет до него были другие реалии, а теперь уже опять другие, но меняются времена, а не меняется Христос, и не меняется возможность целиком отдать себя Христу, мне он тоже как-то, еще когда я студент, ну, вроде все хорошо, вот и верующие, и студенты, и науки, ну, все вроде так, но, говорит, здесь ты весь у Бога, и для Бога, вот в этих, каждый вот этот приход, даже ограда прихода, это был как островок, в океане, в безбрежном океане, без Божия, который тогда был, вот, и вот здесь ты полностью, здесь ты для Бога, вот, и вот, да, современным людям, я бы сказал, я не дерзну со своей стороны что-то предлагать и предписывать конкретно, конкретно, это у каждого человека решится как-то, но решитесь на вот эту жизнь, отданную Господу, без остатка, это Господь вознаграждает не какими-то внешними там, хотя иногда и внешними тоже, но благодатью своей он наполняет, а если вера и даже священство, это просто, ну, какой-то участок моей жизни, а уже там, за пределами того, что не лезь, там у меня уже своя жизнь, или еще что, ну, вот, вот жизнь целиком, отданная Богу. И, наверное, вот, какой еще может быть урок, что отец Александр Пивоваров, он много в себе совмещал, и строитель, и проповедник, и певчий, и регент, и наверняка, и хозяйственные вот эти работы, и та же самая кочегарка, и руководил хозяйственными работами, в то же время и духовник, вот, и учитель, наставник, вот, а у нас, ну, если кто-то, допустим, он просто вот строитель, то самое главное совершать это строительство тоже как служение Богу, да, если кто-то проповедник тоже, пусть вот именно как служение, с таким сердечным горением Господа, если кто-то, ну, священник, допустим, духовник, то тоже вот, как искреннее служение, в общем, каждый, какому делу призван, пусть он не такой многогранный, как отец Александр, а просто там один, или там два каких-то дарования дано, но совершает так, как совершал отец Александр, да, 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 не надо ему подражать внешне, вы знаете, это было невозможно ему не подражать, вроде, ну, слегка грамотный человек, вот, вот, и говорить он, ну, Бог дал способность, но после того, как я у него духовно кормлялся, я стал священником, некоторые говорят, что вы, если глаза закрыты, как будто говорит отец Александр, даже интонация, все у меня было его, пока, наконец, мне не попался мой прекрасный один псаломщик, он сказал одно словечко, я даже не буду его говорить, это говорит, а этот псаломщик тоже духовное чадо, этого же самого отца Александра, вот, он говорит, так отец Александр говорил, а вам отец Геннадий, это не к лицу, и я вдруг раз это осознал, и как-то достаточно быстро это все ушло, то есть действительно, даже духовное чадо должно оторваться от духовного отца, чтобы стать со ним собой, и чтобы Бог начал раскрываться в тебе, в том, что есть ты, а пока ты находишься там, ты даже где-то бессилен вот, не подражать, и это нормально, дети подражают родителям, а потом оставишь отца и матерь, и уже прилепишься не только к жене своей, но и к делу своему, и к служению своему, и так далее, то есть ты станешь самим собой, вот, вот так и здесь, вот эти отцы, они нам даны для того, чтобы нас напитать, чтобы мы родились, чтобы мы это все вобрали, а потом надо стать самим собой, конечно, вот, если я сейчас просто буду тупо вести себя так, как он себя вел, то это и правда будет тупо, поэтому надо благодать эту принимать, а в тебе она уже раскроется, даже в каком-то смысле слова, без твоих усилий, ты только успевай наблюдать и не противиться ей, она будет тебя формировать уже таким, каким Бог хочет тебя, и через тебя будет происходить то, что Господь хочет сделать через тебя. Отец Геннадий, Вам огромная благодарность, но вот хочется все-таки последний вопрос такой задать в нынешнюю беседу, но я очень надеюсь, что наша вот встреча, она все-таки не последняя, что мы еще сможем встречаться, общаться, а вопрос он, знаете, какой, и у многих он возникает, вот мы вспоминаем старцев, подвижников благочестия, вдруг удивительных духовников, которые, ну, люди просто вот не замечали, и многие в каком-то смысле, ну, даже вот я сам, начинаем огорчаться, вот нам хочется, чтобы тоже вот был какой-то вот рядом с тобой старец, духовник, который такое вот яркое впечатление на тебя производит, а получается так, что зачастую люди этого не имеют, да, то есть, лишь небольшие какие-то вот исповеди, когда они приходят, и какое-то небольшое окормление, может быть, кто-то не может духовнику найти, вот как быть тем, кто не встретил в своей жизни духовника подобного отцу Александру. Вы знаете, святитель Григорий Богослов, толкуя многоязычие апостола в день Пятидесятницы, ну, не мог же апостол Петр одновременно говорить на нескольких языках, или одно предложение по-латински, другое — каппадокийский, третье — там, арабский, не говорил же он так. И святитель Григорий Богослов высказывает мнение, оно не стало ни общепринятым, в церкви ничего, но, что каждый слышал на своем наречии, а не то, что апостол говорил сразу на всех языках, а каждый слышал свое наречие, Дух Святой давал открывать, давал разуметь то, что апостол говорил. Мы сейчас не будем, все-таки многоязычие было, конечно же, но мысль-то хорошего, святителя Григория, это «внуши Господи». То есть «внуши» — это слово «внутрь ушей». «Вн» — «внутрь ушей». То есть главное, имеющее ухо, слышит, да слышит. Если ухо открыто, то оказывается, твой батюшка, о котором ты не такого высокого мнения, и который уж точно не старец, и уж точно он не Иоанн Крестьянкин, не отец Кирилл, не отец Александр Пивоваров, а он может быть для тебя больше, чем они. Ты имей открытые уши, и Господь тебе будет говорить через него. Даже не важно, кто он, как он и что он, а важно то, что ты от него получишь. Поэтому это от нас зависит. Как некто из мудрых сказал, что автора у любой книги два. Тот, кто писал, и тот, кто читает. Тот, кто писал, вот он же что-то написал, я что-то думал при этом. А вот кто читает, каждый прочитывает что-то свое. В священном писании мы это точно убеждаемся. Каждый прочитывает что-то свое. Многообразие святоэтических пониманий. Каждый видит и прочитывает что-то свое. Вот так и здесь. Господь будет говорить нам через тех, кто очень даже рядом. Вот это к тем, кто огорчается. То есть надо свое слышание, свое ухо открыть свой глаз. То есть душа взыскующая, она обретает. Она, ну, скажем так, я этого человека не знал, я жил в другом городе, меня не связывалось с ним ровным счетом ничего. И случилось так, что мне Господь его дал. Я думаю, что каждому человеку Господь даст того и то, и столько, что ему нужно. лишь бы вот было это взыскание, лишь бы это было это открытое ухо, это открытое око сердца. Спасибо Боже, дорогой отец Геннадий. Ой, есть вот такое что-то вдохновляющее в ваших словах, потому что действительно Господь, он рядом находится, и он ведет тебя, это и хорошо, что нам кажется наш путь такой скромный, не то, что высокий, что мы там под руководством каких-то великих старцев, мы не мним себя, то есть Господь нам показывает нашу нищету, да, духовную, но в то же время Господь и через имеющихся духовников и наставляет, и предлагает то, что нам и нужно в конкретный момент, поэтому самое главное помнить, что Господь, он рядом, и он ведет нас за руку, как чад своих. Братья и сестры, поблагодарим отца Геннадия, дорогого батюшку, за такое прекрасное повествование о духовном отце, о отце Александре Пивоваревой, который стал духовником многих пастырей и вообще вот просвещал Сибирь своим удивительным служением, ну а у нас с нами беседовал протерея Геннадий Фаст, настоятель храма святых Константина и Елены в городе Абакане. Братья и сестры, вы знаете, вот такая возникла мысль, что когда вот такие беседы у нас бывают, да, видео, то постараемся молиться о упокоении почивших духовных отцов, отца Александра Пивоварова, дару Господь ему Царство Небесное, и пусть по его молитвам Господь нас тоже помилует. И, пожалуйста, о нас тоже молитесь, и об отце Геннадии, ну и обо мне тоже. Спасибо Господь, дорогие братья и сестры. Всего вам доброго. Храни всех Божие.